Основная наша задача наметить в будущем современную экономику города, сделать ее более диверсифицированной, более соответствующей современным тенденциям развития и, исходя из этого, запланировать долгосрочное развитие города на десятилетия вперед. Конечно, одна из первоочередных задач это создать удобное общественное пространство и тот самый городской центр, которого не хватает тем, кто приезжает или те, кто здесь живет. Мы хотим сконцентрировать городские сервисы в центральной части между нашим, собственно, площадью Ленина, Култушным озером, КП и Фрезой с другой стороны. Сделать вот такой концентрированный, если хотите, исторический пешеходный центр, который будет комфортный для прогулок и максимально привлекательный для тех, кто приезжает на Камчатку. Будет уже нормальная набережная? Да, хотя я думаю, что это будет не совсем то, как, может быть, привычный стереотип набережной выглядит. Я не думаю, что мы будем строить гранитные причальные стенки или вообще сильно вмешиваться в природу. Задача, которую сейчас ведущий архитектор и видит, и те эскизы, которые они уже представили, исходят из того, чтобы максимально сохранить природную составляющую, вот эту близость к воде, к бухте, к природе. А с другой стороны создать удобные прогулочные зоны, настильные тропы и пешеходные маршруты. Сейчас мы уже просматриваем пешеходный маршрут протяженностью 8,5-9 километров, который будет проходить через всю центральную часть города, включая Култушное озеро, ну и, конечно, береговую линию. Возвращаясь к миссии города, тоже если мы вернемся к истории, то ведь Петропавловск-Камчатский был исторически городом-первооткрывателем. И эту миссию мы тоже хотим за городом сохранить и подчеркнуть, что у нас замечательные ученые, что мы смотрим в будущее, что мы задаем тренды развития современной городской среды. Именно таким хотим наш город позиционировать, как город, ориентированный в будущее, ориентированный на открытие новых тенденций развития городской среды.